С января 2019 года на территории всех муниципальных образований будут работать 7 региональных операторов, которые будут координировать, организовывать и контролировать процесс сбора и утилизации мусора. Новое в ЖКХ. На постоянной дискуссионной площадке, какой стал муниципальный форум «Управдом», председатели Советов многоквартирных домов, представители управляющих компаний говорили с руководством района и депутатами об актуальных направлениях в обслуживании многоквартирного фонда. На муниципальном форуме «Управдом», конечно же, обсуждалась тема вывоза твердокоммунальных отходов. С первого наря Московская область переходит на так называемый двухконтейнерный сбор мусора. Это необходимо для того, чтобы вывести с рынка недобросовестных мусоровозящих компаний. И, как мы поняли, население отреагировало на данное предложение. Реализовывать технологии в нашем и соседнем Ногинском районе Минэкология поручила оператору компании «Хартия». Пилотный проект уже реализуется. На некоторых контейнерных площадках установлены синие баки для сухих отходов, подлежащих переработке, и серые. Их содержимое идёт на обезвреживание. Появляются, сначала у нас сетки были, сейчас требования немножко изменились. И у нас будут синие контейнеры, это для сухого мусора. Вывоз мусора с нового года перестанет быть жилищной услугой, как, например, уборка в подъезде. В квитанции появится отдельная строка наряду с другими коммунальными услугами из расчёта за квадратный метр общей площади квартиры. Смысл в чём всей этой системы? Вытащить из серой схемы все те элементы, которые работали бесконтрольно. И оператор сегодня выполняет роль на определённой территории, на нашем секторе, как раз эту функцию. Вместе с тем в Подмосковье буквально с нуля создаётся инфраструктура для переработки коммунальных отходов. Нами уже запланирована, в принципе, ведётся работа по строительству двух комплексов по сортировке отходов на территории Ногинского кластера. И также комплексы по переработке отходов на территории Ногинского кластера. Ну и мусороперегрузочные станции, соответственно. То есть мы инвестируем собственные средства в развитие системы для того, чтобы минимизировать последствия нашей жизнедеятельности. В конечном итоге создаваемая система переработки позволит вдвое сократить поток отходов, направляемых на захоронение. На дома с мусоропроводом правила раздельного сбора пока не распространяются. До тех пор, пока поблизости не появится специализированная площадка для автор сырья. Если эта контейнерная площадка стоит на муниципальной земле и в собственности муниципалитета, значит в бюджете будут заложены средства на её обслуживание. Можно там контейнеры поставить на каждый даже подъезд. Два ящичка и будем отдельно выносить. Но тогда мусоропровод не нужен. По каким вопросам обращаться в диспетчерскую службу? Первое. Подача холодного и горячего водоснабжения, работа лифтового оборудования, газоснабжения, техническое обслуживание общедомового имущества, отопление, обеспечение исправной работы вентканалов, дымоходов. По замыслу надзорного ведомства диспетчерская служба будет действенным механизмом влияния на те управляющие компании, которые работают не оперативно или вовсе устраняются от выполнения заявок. Каждый звонок, каждое обращение будет записано и будет отслеживаться его решение. Задача всего этого – создание этой всей службы для того, чтобы житель понимал, что любое его обращение стоит на контроле. Не только в управляющей организации, но и в тех организациях, которые контролируют его выполнение. На форуме наградили победителей, призеров и активных участников муниципального конкурса на лучший отремонтированный подъезд. В этом году дипломы получили руководители управляющих компаний и девять председателей домов, которые участвовали в декоративном оформлении мест общего пользования. Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».